Всем привет! Меня зовут Илья, и я нахожусь на ВПП сельхозавиации СССР. И с него мы будем запускать сегодня ракета-план. Идеей к этому видео послужил один комментарий моего подписчика и канал Project Air, где ребята делают вполне себе рабочие ракета-планы. Ну, то есть самолеты с ракетной тягой. Но вы же понимаете, где я и где самолеты. У меня первый и единственный полет самолета закончился, не успев толком начаться. Поэтому я буду делать прототип. В качестве планера я возьму, собственно, самолет-планер-метательный. Эта игрушка есть почти в любом магазине с отделом детских игрушек, встречается в газетных киосках. В общем, летает и ладно. Но что будет, если к ней приделать ракетный движок? В качестве движка я просто привяжу балласт, болт М-12. И, конечно же, теперь самолет больше не летает. Чтобы поставить движок, просто привязать его к хвосту, это испортить аэродинамику. Поэтому я вырежу кусок хвоста ножом, заменив часть фюзеляжа на двигатель. Но при этом стабилизатор придется сдвинуть выше. Если его оставить под углом, то самолет будет летать с поворотом петлей. Нам этого не надо. Тут отверстие выравниваем, чтобы стабилизаторы встали в горизонтальную плоскость. Да, смещение вверх ухудшит аэродинамику, но у нас прототип, помните. Для того, чтобы самолет летел ровно и стабильно, считается, что центр тяжести должен быть у передней кромки крыла. Ну, здесь центр тяжести, ну, ближе к середине крыла, ну, примерно одна треть от передней кромки. Что в итоге получается? Мы ожидаем, что центр тяжести будет у передней кромки. При этом мы добавляем вес сзади самолета в хвост, добавляя двигатель. Соответственно, двигатель тяжелый, и центр тяжести сдвигается назад. И здесь нужно сказать, что допустимо сдвигать центр тяжести к задней кромке крыла. И задняя кромка крыла и положение такой от центра тяжести называется критическим. Дальше сдвигать нельзя, иначе самолет будет нестабильным. Для того, чтобы сохранить стабильность, нужно добавлять балласт. Балласт нужно добавлять в нос самолета, и все бы ничего. Но проблема в том, что самолет достаточно легкий, и много балласта не добавишь. Поэтому будем считать, что вес двигателя будет равен весу пустого двигателя. Грубо говоря, что топливо успеет выгореть целиком до момента срыва самолета спусковой. Это на самом деле не совсем так, в случае особенно без сопловиков. Но хотя бы пусть у нас будет баланс таким, что во время срыва с пусковой установки баланс у нас будет, ну хотя бы, на задней грани крыла. Для самолета я поменяю и крылья. Выточу из куска пенополиэстирола крылья чуть больше. По весу они чуть легче, чем штатные крылья из ПВХ-пластика, хотя и менее прочные. Но для разового полета это не сильно будет и важно. Вытачиваем профиль крыла с помощью напильника и наждачки. Увеличенный размер же должен, по идее, увеличить и продолжительность полета. Может быть и стабильность, но это не точно. Но что точно, как я и сказал, стабильность должен увеличить балласт в передней части самолета. Открываем кокпит. Под ним, кстати, скрывается штатный балласт. Шарики из тяжелого сплава. Не думаю, что это свинец, ведь свинец токсичен и запрещен для использования в бытовых изделиях. И думаю, тем более в детской игрушке. Короче, к этим шарикам еще что-то тяжелое нужно добавить. Ну, пусть будет это гайка М24. Вставляем ее, замазываем, например, пластилином. Что же касается движка, то я буду использовать легкий бесцепловой движок с каналом 80 мм. Тяги он даст не больше 1,5-2 кг, зато он легкий и сравнительно долго работает. Чтобы облегчить все максимально, в качестве корпуса движка я использую обрезок картонной трубки, забитый заглушкой. Главное, этот кусок картона сделать не сильно горючим, чтобы не спалить самолет после выгорания топлива. Для этого смачиваем корпус целиком в жидком стекле и сушим. В итоге должен получиться корпус весом в 10-15 грамм, в снаряженном виде в 50-60 грамм. Проверяем. Что ж, теперь испытываем обновленный планер в сборе. Для теста используем корпус от движка без топлива. Ну, сильно тяжелее, но сносно работает. Планер не опрокидывается и летит промолинейно. Уже половина дела. Для запуска с движком нужно еще сделать пусковую установку. В качестве установки я буду использовать метровый карниз, то есть часть от своей ракетной пусковой установки. И все, что нужно сделать, это прикрутить его к деревянному основанию. Берем две доски и соединяем их уголками. Затем к получившемуся уголку крепим, собственно, карниз. В идеале должно быть градусов 30, а основание должно быть тяжелым. Ну и, собственно, все. Идем на поле. Ну, короче говоря, ВПП, конечно, имеет длину 300 метров. Нам даже столько не надо. Я не думал, что столько мой маленький ракетоплан пролетит. Ну и вообще, я, честно говоря, не хочу использовать сегодня асфальт, потому что, ну, разобьем, и второй попытки точно не будет. Поэтому лучше я буду запускать в ту сторону, в сторону леса, в поле. И если упадет, ну, вероятность то, что все мы разобьем, гораздо меньше. Короче, раскладываемся и поехали. Да, когда я заряжал движок во второй раз, я заподозрил неладное что-то с топливом, но не придал этому значения. И вот результат. Проверяйте все дважды или трижды. Но, к счастью, у меня есть и запасной двигатель. Попытка номер два. Обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Если вам понравилось видео, то не ленитесь написать комментарий и прожать лайк. Это помогает в развитии канала. А если вы здесь впервые, то присоединяйтесь и не пропускайте новых видео. Для этого есть подписка и колокол, а в него бить. А меня все еще зовут Илья. И пока-пока. Вот такая случилась оказия. Не только я здесь разбил самолет, но и кто-то потерял свой номер. Да, все, испытаний больше не будет. Так, а где же еще кусок крыла-то? Крыла-то, крыла-то. Ву-ву, куда тебя оторвало-то, а? Вон оно. Спасибо.